В Северском районе продолжаются открытые сессии. Жители городских и сельских поселений муниципалитета имеют возможность пообщаться с представителями власти и обсудить имеющиеся проблемы. Очередная встреча состоялась в Станице Азовской. В начале сессии с докладом об итогах работы администрации поселения за первую половину 2019 года и планах на будущее выступил Алексей Подобный. Одна из главных проблем, требующих решения – водоснабжение. Начал капитальный ремонт емкости Азовского водозабора. На сегодняшний день устанавливается фундамент для нового резервуара. Также к первоочередным задачам администрации поселения относится газификация улиц Плавневая и Подгорная Станицы Азовской, асфальтирование улиц Ленина и Гагарина, для чего разработана проектно-смертная документация. После отчета главы Азовского поселения каждый желающий смог задать вопросы поселенческому и районному руководству, представителям всех служб и ведомств муниципалитета. Жители волновали проблемы газа, воды и электроснабжения, правопорядка, здравоохранения и благоустройства. Вопрос по улице Октябрьская. Вы отсыпали начало улицы. Мы четыре дома. Шестой, четвёртый и четыре А. До нас отсыпка не доходит. Как сделал Васюда 10 лет назад или сколько, и всё. У нас сейчас только дождь пошёл, у нас грязь, пыль. Мы просим в администрацию, уже обращались, отсыпьте нам эти 50 метров и положите полицейские. Мы отсыпем вам сразу же вот этот ваш отрезок. Вот этот отрезок остался. Вот сейчас дождь пошёл, сейчас грязь. Сейчас приняли, посидим. Только появится щебёнка, увидите. Всё, спасибо вам. Также на встрече озвучили проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Планируется строительство модульного блока на территории первой школы. В настоящий момент это рассматривается этот вопрос. Возможно, на следующий год мы вступим в программу по этому строительству блока, именно модульный блок на 60 мест. Все вопросы, заданные жителями на встрече, взяты на контроль для дальнейшего решения. Доброта – это главное качество человека. Ей нельзя обучить, но можно собственным примером показать всю силу этого блага. В станице Смоленской живёт большая дружная семья Кастанян. У Кристины и Арсена пятеро детей – дочери Мальвина, Алла, Карина и сыновья Артём и Альберт. Младшая дочь Карина – самый творческий человек в семье. Занимается народным вокалом. Мальвина и Алла – незаменимые помощницы Кристины Григорьевны в домашних делах. Многое в семье ложится на их плечи. Сыновья занимаются спортом. Старший Артём в спорте всего год, но успел достичь высоких показателей в игре бочи, во многом благодаря маме. Я его руки, он мне даёт команду, выполняет команду, я это всё делаю. Я сижу спиной, я игру не вижу, он мне целится, прицел. Он мне говорит, с какого расстояния мяч какой. Я всё это делаю как бы молча, я не имею права во время соревнований разговаривать, это будет штрафным очком. И я выполняю все его команды, всего, что он мне говорит. На сегодняшний день Артём успел выступить на нескольких соревнованиях краевого всероссийского уровня. На Кубке России в городе Евпатория в паре бочи занял второе место, а в чемпионате Славянского района первое. В недавнем первенстве России завоевал четвёртое место в личном и третье в парном зачётах. Выполнил первый спортивный разряд. А ведь ещё год назад Артём даже не планировал связать свою жизнь со спортом. Был день матери в 2017 году. Мы поехали туда вместе с Артёмом, с Альбертом. Там мы увидели тренера Артёма, поговорили, пригласили. Мы приехали домой, Артём не хотел. Мы поехали, да, там, получается, через неделю, да, мы поехали туда. Ну, и там, ну, вот, как затянуло. Как признаётся Кристина Кастанян, спорт изменил жизнь её сына, наполнил её смыслом. Тренируется Артём четыре раза в неделю. Два занятия в Афивской спортшколе и два в Паралимпийском центре в городе Краснодар. Свои первые шаги в спорте делает и младший брат Артёма, Альберт. Альберт занимается спортом, да, у него по лёгкой атлетике два первых места, да, Альберт? И одно третье по настольному теннису занял третье место в Северском районе. Было соревнование, да, ходит. Когда меня дома нету, старшая сестра его на тренировки водит. Это в Смоленской тренировке у нас проходит. Доброта для Кристины Кастанян не просто слово, а образ жизни и модель поведения. Она полностью посвящает своё время воспитанию детей. А это главное доброе дело, которое может и должен делать каждый взрослый человек. Для сыновей и дочерей Кристина Григорьевна не только мама, но и настоящий друг, с которым можно поделиться самым сокровенным. Наша мама, она молодец. Она у нас самая прекрасная, самая красивая, самая любимая. То есть это единственный человек, который может прийти на помощь, выслушать в трудную минуту, прийти на помощь. Ну, поддержать, конечно. Мы её очень все любим и вообще не понимаем, как можно среди пятерых детей вот так вот каждому уделить внимание. Она может выслушать. То есть когда нам тяжело, очень морально, физически она придёт, поддержит, скажет тёплые слова, что будет нас мотивировать очень сильно. Самоотверженности и доброта Кристины Кастанян не остались без внимания. В 2018 году по итогам спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» она была награждена грамотой «Мама года». Но, по её словам, главное достижение в жизни – это успехи и счастливые глаза её детей. Дети, это счастье? Счастья? Много не бывает. Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае информирует. Терроризм – это угроза. Чем занят ваш ребёнок, пока вас нет рядом? Не думайте, что терроризм далеко и вас не касается. За год правоохранители края заблокировали доступ к 273 интернет-ресурсам, содержащим информацию террористического характера. Выявили 20 преступлений, связанных с деятельностью запрещенных в России экстремистских организаций. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. На этих соревнованиях в Нью-Йорке от старта до финиша всего лишь несколько метров. Но для некоторых участников даже столь короткая дистанция кажется непреодолимой. В этом необычном забеге состязаются малыши, которые пока даже не расстались с подгузниками. «Это игра в управление ребёнком. Родители что-то говорят, надеясь побудить детей ползти по мату. В ход идут ключи, телефоны, любимая еда, всё что угодно. Это довольно интересно. Это неторопливый забег. Это самые медленные две минуты в спорте». Все малыши вызывают бурю эмоций и восхищение своих и чужих родителей. Но лавры чемпиона достались только 14-месячному Лука Сухо. «Он поздно начал ползать. Но к еде он обычно полз. Поэтому мы просто ставили еду перед ним. А он просто полз прямо к нам. Так что сегодня это сработало». В ползании на четвереньках посостязались более 30 малышей. Каждый участник должен быть старше полугода. Но ещё в том возрасте, когда в основном только ползает. Дети преодолевали дистанцию в 3 метра 70 сантиметров. «idenш��를 ползнуть в полезарении» «За было выполнено!» «За было выполнено!» Субтитры подогнал «Симон»